В мае из бюджета Кыргызстана на компенсации заразившимся коронавирусом медикам выделили 50 миллионов сомов. Решение подписал премьер-министр Кыргызстана Мухаммед Калый Аблагазиев. Каждому медработнику, подхватившему инфекцию во время работы, пообещали выплатить по 200 тысяч сомов. Семьям умерших – по миллиону сомов. Рассматривать каждый случай должна специальная комиссия. Ее задача – выяснить, где именно заразился медик. Итого, с начала пандемии компенсации получил 41 медицинский работник. Один миллион получила семья скончавшегося врача. Получается, что в бюджете на компенсации медикам осталось еще более 40 миллионов сомов. 41 из 718 зараженных. Это значит, что комиссия признала заболевшими во время исполнения должностных обязанностей менее 6% медицинских работников. Остальные 94, по мнению правительства, не могли заразиться в больницах. Активисты и депутаты подозревают правительство в нечестности. Врачи, зараженные коронавирусной инфекцией, получают лечение. И им в истории болезни пишут – заболел коронавирусной инфекцией. Не уточнено. Так пишут, чтобы потом им не выплачивать компенсацию. Врачам приходится бегать, разбираться и добиваться того, чтобы убрали эту формулировку. Иначе компенсацию они не получат. В истории болезни всех медработников пишут так. До сих пор не получили компенсации милиционеры и военные, которые во время ЧП работали в усиленном режиме. По закону всем должны были выплатить тройной оклад. С 25 марта по 12 мая это как минимум за два месяца. Тогдашний премьер-министр Мухаммед Калая Болгазиев уверял, что силовики сами отказываются от денег. За март-апрель таможенные и налоговые службы собрали 13,5 миллиардов сомов и поступило 120 миллионов долларов от МВФ. Сейчас вы говорите, что денег нет. До сегодняшнего дня вы немножко выплатили медикам, милиционерам и тем, кто стоит на улице, не выплатили еще ни сома. О чем вы говорите? Куда тратите? Искак Абсаматович, сегодня на выплаты деньги есть. Все есть. Есть на счетах. Как время придет, мы выплатим. Милиционеры стоят на улице днем и ночью. Военные стоят на улице днем и ночью. Это их деньги. Вы говорите, что они сами отказываются? Они не должны отказываться. У них есть семья, дети. Они должны их содержать. Вы что? Зачем вы говорите такое? На компенсации силовикам правительство Кыргызстана выделило 430 миллионов сомов. Но за три месяца на отбавки ни милиционеры, ни военные так и не получили. Для того, чтобы не выплачивать, правительство сейчас готовит проект распоряжения правительства, который еще называется, вдумайтесь, название, о порядке установления факта выполнения военнослужащими и сотрудниками органов внутренних дел задач в условиях ЧП и предоставления им дополнительных гарантий компенсаций. Неужели военнослужащие или сотрудники МВД могут сами себя назначить, дежурить на постах и так далее? Как они должны доказать факт того, что они выполняли задачи в условиях ЧП? Они же были командированы и направлены на посты и так далее. Зачем им доказывать факт? Это дополнительное бюрократическое препятствие, которое ты еще должен доказать милиционер, что ты работал в режиме ЧП, чтобы получить какую-то надбавку. Для того, чтобы просто не выплачивать компенсации. Накануне пресс-служба Минфина сообщила, что системе МВД перевели 218 миллионов сомов на выплаты надбавок милиционерам. Это значит, что еще 212 миллионов сомов из заложенных в бюджете 430 правительство должно будет направить на компенсации военнослужащим. Продолжение следует...